привет привет дорогие наши люди сейчас вам расскажу кто такая ира 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 я очень давно хотела сделать видео на эту тему и у меня будет целая серия видео но сегодня мы сыры уже сидим и болтаем на вот тему общества и принятия людей с ограниченными возможностями и я я ревела несколько раз поэтому глаза у меня красная вся моя красивая вы прекрасный макияжик который я думала сейчас приду интервью возьму все это вот так вот я думаю кто-то из вас иру знает потому что я часто часто иногда даю ссылки на тебя в инстаграме и ты значит это ира до мама четырех детей не можно фронтом командовать и что в инстаграме ты рассказываешь надо про шведский язык ты делаешь встречи шведский язык мемуары моей жизни шведский язык вообще привязка к швеции к языку к моей долгой 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 жизни и последнее время кстати мемуары у тебя очень крутые потому что ты рассказываешь как ты в девяносто первом во время путча переезжала 17-летняя беременная к своему шведскому мужу читайте обязательно как лучший сериал ребят очень тема интересная и очень тяжелая и очень важная я решила именно у тебя взять интервью хотя кстати еще есть одна девочка в стокгольме с которым обязательно пообщаемся на тему детей с ограниченными возможностями в школе как это все происходит а у тебя ты сейчас рассказываешь историю своего третьего сына у которого ограни возможности ограничены и физические и когнитивные сейчас расскажешь про и про диагноз и про то насколько как швеции помогают с этим и ты вот рассказываешь про то как он съезжает из дома прям целая история о том как он его 21 год как он идет самостоятельную жизнь и это очень интересно очень необычно мне кажется особенно для меня выросший в союзе как бы все-таки как-никак я привыкла ну в россия союз то я все-таки привыкла к другому у нас как-то люди людей называют инвалидами само это слово уже швеции не употребляется хотя она есть нашли в шведском языке и отношения совсем другое к людям к людям которых вот называют инвалидами знаешь что название с ограниченными возможностями мне тоже не нравится во-первых она на русском длинная странная и какие возможности у людей ограничены которые вот ограничены они ограничены с нашей точки зрения у них есть другие возможности которые у нас ограничены поэтому это такое слово то что мы будем его использовать потому что это так как швеция да это принято ладно не буду сама . много говорить что ты сегодня главный герой кстати естественно подписывайтесь на иру правда она изменщится живет в брюсселе лежут к талантливая семья и тексты прямо супер то есть немножко поговорим сегодня о том как коп в обществе относятся к людям с ограниченными возможностями какие у них есть возможности вести жизнь нормальную взрослую самостоятельную немножко затронем вопрос школы но прошло вот я хочу с другой девочкой больше поговорить и про отношения общества стыдно не стыдно вот это часто у нас русскоязычном пространстве до скрывают людей либо наоборот вот я вижу две крайности очень часто либо скрывают не рассказывают отправляют в дома какие-то да либо это мой ребенок это мой крест и ставишь крест на себе тогда конечно же есть это спектр но давай поговорим про то как шведском обществе этот спектр он более сужен в том плане что большинство но близится к середине середина она считается ну для каждого своя она считается то к чему надо стремиться чтобы и у ребенка была самостоятельность чтобы он не жил с семьей всю жизнь и независимо от диагноза потому что это не только для ребенка хорошо это еще и для родителей хорошо у них должна быть своя жизнь но об этом сейчас затронем эти темы все начать хочу вот с чего начать хочу с того что несколько раз мне говорили на полном серьезе люди я сначала думала что этот прочитал мэм в интернете но нет приходит туристы реально спрашивать почему в швеции столько инвалидов я в непонимании каких инвалидов но вон говорит едет на коляске ладно сама формулировка странная но если выйти на улице стокгольма и правда создается впечатление что есть очень много людей которые отличаются по нормам вот вас по возможностям но это не потому что их больше а потому что их не прячут потому что им легко спускаться на лифте им легко по улицам ездить заезжать на мед в метро самим и так далее не стыдно ходить с детьми в парк развлечений например вот я недавно была с детьми в парке развлечений там была группа родителей детки у них все были я не знаю понимали ли они я не говорю о физические способности там точно было не только аттракционов они все лежали все в катетерах я не знаю что они понимали совершенно было неважно потому что потому что надо что-то все равно делать какие-то мероприятия да ты же не можешь сидеть четырех стенах это не стыдно выйти давай расскажи сначала двух словах про йосика как ты его называешь про сына диагноз том что думаю это будет людям интересно чтобы понять насколько он адаптирован у меня четверо детей как и ты уже сказала третий иосиф родился 21 год назад со спинномозговой грыжи из гидроцефалии в течение его жизни было очень много операций как минимум одна операция в год но вот сейчас когда он взрослый эти операции пока закончились вот сейчас мы вся семья и он в частности находится на стадии переезда из дома это значит что он физически выезжает от нас уезжает из своей комнаты дома и начинает свою взрослую жизнь сейчас мы как бы середине этой истории мы еще не знаем как все это закончится но наша история сейчас такова что он уехал от нас переехал и вот совсем буквально вчера я узнала что он нашел работу вот и через неделю начинает на своей новой работе и как говорится жизнь его начинает налаживать у юсика спинномозговая грыжа спина бифида это это может быть выглядеть очень по-разному в основном эти люди сидят в колясках но в нашем частном случае юсик ходит он может ходить у него такие скрюченные ноги но он совершенно спокойно на них ходит сам сам самостоятельно добирается туда куда ему нужно чисто физически но другой вопрос насколько когнитивно он может найти что-то в городе он этого делать пока не умеет поэтому ему у него есть такси которые как бы предоставляется страной городом который может заказать и доехать туда куда ему нужно бесплатно да когда кто принял решение о том что он съезжает он сам или вы уже поняли что все ты взрослый тебе нужно брать ответственность как-то но это это сложный вопрос очень но мне просто интересно кто принял это решение потому что это норма в швеции в швеции норма неважно какого ты скажем так по-русски я бы сказала какой инвалидности но швеции это не говорят потому что у нас нет вот этой градации 1 1 1 секунды 4 этого нету сейчас поговорим тоже об этом да само слово она есть в шведском языке инвалид но она унизительно звучит потому что она как бы инвалид инвалид как бы ты 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 не достать не дожды не тяните не значительный тебя не достает как бы ты не ну а ты такой же как все ты такой же как и все просто наше общество она тоже швеции да со всеми этими спусками и пандусами и лифтами в метро все равно она в первую очередь построена для людей с ногами руками и головой на плечах поэтому если ты немножко отличаешься это не значит ненормальный потому что нормы кто сказал что где норма да то что она как люди с асбергером они гениальные любого многие даги не то есть это такой вопрос но просто у нас общество большинство людей умеют ходить большинство людей умеет складывать 2 плюс 2 поэтому общество строится для них и наша задача как допустим ну я лично себя считаю здоровым человеком я просто бы вопрос похож на большинство знаешь у меня хобота нету как бы вот наша задача помочь всем людям у которых есть хобот который не так хорошо ходит который не так хорошо складывают 2 плюс 2 чтобы не была возможность почувствовать себя людьми гордо понимаешь расправить плечи сказать я человек с такими же правами я хочу работать я имею право работать я хочу любить заниматься сексом ходить в университет я имею право это делать так же как и все остальные это вот очень важно это наша ответственность людей которые в этом обществе более приспособлено ладно короче интервью и как всегда болтает одна ира кто принял решение о переезде и насколько он приспособлен к самостоятельной жизни что он вы можете еду приготовить решение как бы пришло само поскольку в шведском обществе как и рассказала принято чтобы все были самостоятельными независимо от талантов возможности и так далее поэтому как только и секс закончил школу гимназию последний класс это решение принялось само собой и юсик очень обрадовался что наконец-то я съеду этих родителей от этих противных родителей да вот и мы начали работать то есть год назад до его отъезда мы приняли это решение начали делать все чтобы подготавливать почву готовить ставить ставить его как бы в очередь на жилье очередь на на работу людям с ограничен возможностями полагается жилье приспособленное к их нуждам то есть то есть есть гора специальная градация разных диагнозов нет разного жилья которая приспособлена к разным нуждам то есть я не буду говорить диагнозом то что диагнозы тоже очень варьируется в разные диагнозы может быть один диагноз и огромный спектр разных нужд у кого-то эти нужды есть у кого-то их нет поэтому тут все зависит что тебе необходимо какая помощь тебе нужна когда ты где-то живешь персонал ли тебе нужен 24 часа в сутки или пор просто приходящий раз или в два в день персонал просто спросить как дела нужна ли тебе помощь или если уже обговорено что-то например помощь приготовления еды вместе что-то приготовили вместе да юсик может что-то там делать но брать на себя полностью ответственность за заготовку например ужина или обеда он не может в силу своих когнитивных ограничений ему ему лучше купить конфет желательно полкило и колу к этому вот и вот будет замечательный обед свободный от всяческих витаминов потому что он утверждает что он у него аллергия на витамины на все полезное я просто думаю что почему бы государству не взять просто и не давать ему купоны на готовую еду или приносить готовую еду почему-то говоришь вместе готовить по-моему это очень важный аспект ты рассматриваешь человека ты как человека как личность ему нравится готовить то он они будут готовить вместе конечно удобнее всего сделать такую как бы фабричную упаковку обедов и выдавать всем с ограниченными возможностями ну просто чтобы упростить им жизнь да но если задача немножко выше вот этого просто упрощение жизни а задача в том чтобы приблизить жизнь людей с ограниченными возможностями с жизни как бы всех других остальных то конечно люди обычные готовят свой обед то естественно и человек с ограниченными возможностями который имеет хоть какие-то способности что-то нашинковать или что-то пожарить или сварить конечно он тоже должен также жить дать ему возможность попробовать хотя бы это 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 архиважно хочу чуть-чуть подробнее спросить про то что ты лишь положено положено квартира положено помощь по дому положено работа то есть по факту что конкретно он будет делать какую работу он сейчас нашел расскажи и что значит положено кем положено закон как это где это прописано ну начнем с того что в швеции есть закон который который гарантирует не просто предоставляет по желанию а гарантирует тебе человеку с ограниченными возможностями жилье подстроенное под тебя не только подстроенное физически как бы архитектурно но и построена под тебя в плане что есть доступный персонал именно по твоим нуждам который будет приходить будет помогать тебе с разными медицинскими аспектами с разными аспектами помощи тебе по дому уборки готовки это может быть полностью помощь то есть ты к этому не прикасаешься в силу своих физических возможностей или ты в этом участвуешь но тебе помогают чтобы как достичь определенного результата то есть кроме жилья работы еще есть разные там спектры например свободное время чтобы у тебя было такое хорошее свободное время чтобы ты мог найти применение своим интересам вне работы существует множество всего я не знаю всякие кружки по интересам тебе ты можешь ходить заниматься спортом то есть тоже существует фитнес клубы где есть физическая такая подстройка под этих людей с ограниченными возможностями то есть насчет еще свободного времени вне работы потому что с работы с жильем все как бы понятно что такое свободное время кружки всякие мероприятия которые доступны людям с ограниченными возможностями но а как же с общением с людьми вокруг себя потому что такие люди могут часто быть предоставлены самыми самим себе потому что до одиноки и еще есть такой как-то сказать аспект который предусмотрен законом это так называемые контактные люди то есть люди которые нанимаются раз два в неделю на несколько часов на раз чтобы по твоему усмотрению делать то что ты хочешь свободное время например мне бы хотелось с другом пойти в кафе выпить кофе поболтать то есть этому человеку предоставляется такой контактный контактный человек и не знаю как по-русски называется который будет делать тогда сопровождать не просто сопровождать то что сопровождительная служба это другое когда ты помогаешь человеку с ограниченными возможностями доехать на автобусе от пункта а до пункта б а это человек который именно принимает активное участие в общении с тобой то есть он идет в кафе пьет с тобой кофе потом теперь в следующий раз тебя захочется пойти в кино или в другой раз тебе захочется пойти на дискотеку то есть если у тебя нету естественных как бы нормально если естественных друзей то государство тебя предоставляет вот такую возможность общения вот это бывает бесценно очень часто такие общения перерастают в дружбу который уже выходит за рамки оплаты и часто знаю люди которые не хотят брать зарплату потому что уже как-то сдружились и это неестественно как бы платья брать за это плату в таких семьях с диагнозами многие думают именно в первую очередь детях да с ограниченной возможностью а думать то надо еще и о родителях потому что где подпитываться этим людям с этим ограниченными возможностями где и мучиться если у родителей нет ресурса вот этого а ведь это очень сложная работа даже если даже в той же швеции даже где есть помощь но это все равно это на полную ставку это постоянно беспокоится то постоянно это другая жизнь естественно разница большая когда у тебя ребенок без диагнозов когда у тебя дети с диагнозом мне кажется ты об этом в блоге тоже иногда рассказываешь ты в stories очень часто рассказываешь что ты пытаешься ты как-то написала я пошла там куда-то сама наполнится этим ресурсом значит себя саму как-то ублажить чтобы не было что отдавать семье надо думать о родителях надо думать что это не крест который они на себя взвалили да они имеют право на свою жизнь они имеют право то есть не только в то что мы говорили да дети с ограниченными возможностями люди с ограниченными возможностями имеют право на не знаю иметь возможность поехать на аттракционе заниматься сексом да такие вещи которые Вроде как-то мы не думаем о них, что им тоже хочется. А у родителей должна быть возможность просто уйти. Я бы даже хотела сказать не то, что общество поддерживает родителей, людей с ограниченными возможностями, а они даже подразумевают, что другого быть не может. Что у родителей, у которых есть ребёнок с ограниченными возможностями, имеют абсолютно на такую наполненную жизнь, как у родителей, которые обычные дети. Поэтому тут вопрос не стоит, имеют ли они право на отдых, или вот сейчас они поедут отдых. Это само собой разумеющееся, и это ещё обозначено в законе, который даёт право свободы для родителей. То есть как это? Существуют места, существуют такие как бы... Интернаты? Ну, это не в российском понимании этого слова. Это просто такие дома, куда этот ребёнок уже привык ездить на выходные, или даже на целую неделю просто поехать, сменить обстановку, развеяться. И тогда родители могут в это время тоже куда-то поехать, или просто быть дома и получать удовольствие от тишины, от, я не знаю, от... Ну, как бы, чтобы им не нужно было делать то, что они обычно делают. Может быть, это огромная физическая нагрузка с подниманиями постоянными этого ребёнка, или, например, ребёнок, который постоянно бегает, разговаривает, не умолкая. Разные есть специфики. Поэтому это уже на выбор родителей, что они придумают. Но это подразумевает, что это нормально. Потому что, как говорят в самолёте, возьмите маску сами, а потом наденьте маску ребёнку. То есть мёртвый родитель маску ребёнку уже не наденет. Поэтому не нужно ждать вот этого изнеможения, когда ты лежишь пластом, и тогда тебе точно нужна, нужен отдых. Тут уже не отдых нужен, тут уже реабилитация нужна. А чтобы до этого не довести, чтобы как бы ситуация была сбалансированная, поэтому нужно всё время себя подпитывать, отдыхать, жить своей какой-то активной жизнью. Не ущерб, конечно, ребёнку, но как-то это балансировать, чтобы это было естественно и нормально. Потому что это нормально, когда люди, каждый, и родители, и ребёнок, живут наполненной жизнью, когда они рады уже видеть друг друга. Когда они не... Ну, как я бы сказала, вас ненавидели, но тяжёлый труд, который связан по уходу за ребёнком, это не просто тяжёлый труд. Это может быть тяжёлым трудом, когда медсестра ухаживает за тяжёлым больным. Но когда ты родитель, это накладывает ещё определённый эмоциональный, очень сложный фон, который страшно тяготит. Я не буду сейчас вдаваться, как это тяготит, но это всегда плюсуется на физическую работу, и от этого нужно отдыхать, чтобы были силы на свою совместную будущую жизнь. Наше видео будет интересно чисто, чтобы люди, кто посмотрит, кому это актуально, у кого есть дети или родственники, у которых возможности ограничены, если они что-то поймут, что они могут изменить в своей системе дома, пускай не на государственном уровне, но ведь даже государственный уровень начинается очень часто с нас, с кого-то одного. Или хотя бы какие-то, может, организации организуют, или поможет какой-то организации, которая помогает таким людям. Если хотя бы у одного человека что-то вот сдвинется, что ещё... Да, я думаю, у многих, кто меня смотрит, у них и так ёкает, но вдруг ещё у одного ёкнет. Здесь нет определения инвалидности. В том смысле, что здесь в России вот очень чётко это «ты инвалид первой группы, ты инвалид четвёртой группы». У меня там, допустим, родители могут получить там пенсию по инвалидности детей, вот это всё. Здесь нет таких понятий. Здесь немножко по-другому. Какая классификация вообще в Швеции есть людей с ограниченными возможностями? Я понимаю, для чего в России классификация на 1, 2, 3, 4. Это как вот ты кладёшь на полочку человека, насколько у него тяжёлый случай, да? Но мне кажется, всё равно, ведь даже с одним диагнозом, вот как ты говоришь, часто возможности, они совершенно разные. Например, синдром Дауна. Это какая инвалидность? Есть люди, которым оружие можно носить, синдромом Дауна. А есть люди, которые в подгузник ходят. Это спектр такой огромный, что просто невероятно. В Швеции нет классификации инвалидности, как в России, но есть определённое понятие. То есть тот закон, о котором я упомянула, закон, который гарантирует жильё, который гарантирует работу и так далее, то, о чём я уже говорила. Если твой диагноз подпадает под этот закон, а есть определённый список диагнозов, которые подпадают под этот закон, я сейчас его не смогу озвучить, чтобы рассказать вам о всех диагнозах, но могу сказать, что большинство диагнозов, которые приводят к ограниченной возможности, подпадает под этот закон. Закон называется «ЛСС», «Log om Stored or Service». «ЛСС» – «Log om Stored or Service». Это закон о поддержке и сервисе. В основном все диагнозы, все когнитивные диагнозы и в основном все физические диагнозы подпадают под этот закон. Просто есть ещё один закон, он немножечко поменьше, и там не нужны определённые диагнозы. Но об этом я говорить не буду, но все люди, которым необходима помощь извне, все могут на неё рассчитывать. Вот что я хотела самое-самое донести. У вас диагноз, у вас родился ребёнок, у вас диагноз. Это озвучено в медицинской карте, это диагноз. Потом ты обращаешься в социальные службы, если тебе какие-то нужды нужны, какие-то, как это, хотя бы, хотя бы, как вот это вот всё начинает. Если эти бумаги медицинские идут в социальные службы, и социальный работник, принявший на себя эти бумаги, он видит, что это LSS, то есть, и он не имеет права высказывать никакого своего мнения, то есть вопроса вообще нет. Всё. Ты должен, социальный работник обязательно обязан обеспечить всем, чем нужно, этого человека, потому что это закон. Есть ещё другой, поменьше закона, который у меня упоминал. Там это решение самого социального работника понять, нужна ли тебе помощь. А если ты подпадаешь под вот этот большой закон, там мнение социального работника не нужно, тут уже всё понятно и решено. Мы пока с тобой обедали, пока не нажали на кнопочку съёма, мы с тобой разговорились, ты рассказала о том, что вам очень важно, чтобы Йосик, Йосик, ты его называешь? Что вам очень важно, чтобы Йосик съехал, потому что это его, вам очень важно, чтобы он стал самостоятельным. Вам очень важно, чтобы он научился сам за собой смотреть и жить, потому что вас в какой-то момент не станет. И давайте все надеяться, что дети переживут своих родителей, поэтому ему придётся как-то самому потом. И вот немножко про это, насколько это нормально. Опять же, это тоже такая тема в обществе, потому что в других обществах есть миллион разных устоев и страны, и в какой-то стране скажут, подождите, но у него же есть братья и сёстры, у него же есть дядя и тёти, понимаете? Но у братьев и сестер тоже своя жизнь есть. И тут даже не вопрос в том, что это накладно на самом деле, если у тебя два ребёнка и трёхкомнатная квартира, взять ещё взрослого дядю, брата, который в 50 лет окажется один без родителей, допустим. Но это ещё и у братьев и сестёр тоже своя жизнь. И у этого человека своя жизнь. А может, он хочет на свидания ходить. Это будет сложно, если он будет жить с кем-то. Конечно, мне бы было легче, если бы он жил дома. Мне было бы спокойнее. Я знала каждую минуту, что он делает, что он не делает. Наседка, наседка, наседка. Я бы имела полный контроль. Я была бы спокойна. И ради себя самой мне было бы так легче. Но если смотреть, как швецы говорят, дальше своего носа и немножко делать какие-то планы, и если не думать только о себе, а думать о ребёнке, то есть это уже не ребёнок, это уже взрослый человек, то было бы несправедливо по отношению к нему привязать его к своей юбке только потому, что мне так спокойнее. А если я не приучу его к самостоятельной жизни и в один прекрасный день уйду из этой жизни, то это настолько несправедливо не научить его самостоятельной жизни, просто оставить его вот в этой, ну я не знаю, в прострации, в чёрной дыре, из которой он просто не будет знать выхода. Это было бы просто нечестно. Поэтому я считаю, что он имеет право на такую же жизнь, как все люди, как я, как мой муж, как все ходящие по улице люди, иметь свою жизнь, своё пространство. И я бы хотела, чтобы он нашёл для себя эту жизнь, чем раньше, тем лучше. Вот моя концепция. Чтобы все жили своей богатой жизнью, встречались друг с другом, но не сидели друг у друга на шее. Вообще это, мы тут сидим такие, рассуждаем, всё хорошо, типа вот, слава богу, что ещё и он самостоятельный, достаточно ребёнок. А ведь многие мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сёстры стоят перед выборами, когда ты понимаешь, что поднимать этого ребёнка, это будет за счёт здоровых детей. В Швеции то же самое. У меня у знакомых есть дочка средняя. То есть моя подруга, она, у неё и старший брат, младший синдромом Дауна, а старший аутист. Она нормальная. И всё внимание родительское было на её братьев. Это во всех семь, это везде будет, и всегда. Это вот так получилось. Она это понимает, она также понимает, что родителям не додали помощь. Во всех системах есть проблемы. Родителям не додали помощь, родители не знали, как она была больной в семье. Понимаешь, ненормальной, потому что родители привыкли к детям с диагнозом. Поэтому я к тому, что очень сложно сидеть и как-то мы можем свою только историю рассказать. У всех истории разное. Есть те случаи, когда, во-первых, диагнозы у всех разные. С какими-то диагнозами несовместимость семейной жизни некоторые диагнозы. Никак. Ты знаешь, что у тебя семья развалится на куски, и никому от этого хорошо не будет. И тогда, правда, лучше человеку жить в отдельном помещении, в отдельном, как-то, интернате, не знаю, как-то назад. Есть миллион разных ситуаций в жизни, но если у всех, кто смотрит, есть возможность. Если не идти в политику и пробивать, не знаю, из каких стран вы смотрите, но в любой системе, Канаде, Швеции, России, есть недочеты. И если мы будем думать о том, постоянно ходить по улице и думать, а почему вот тут съезд плохой, а почему у меня сосед не выходит часто гулять, у него, ну, он на коляске, допустим, лифт есть, ведь может ему не с кем пойти. Я не говорю, что сейчас надо кидаться и дружить со всеми с дамами неприятными соседями, пускай они на инвалидных креслах, потому что люди с диагнозами они такие же приятные и противные, как и люди без диагноза. Я говорю о том, что чуть-чуть расширить наше сознание, которое, я думаю, у моих подписчиков и так уже широкая эта невозможность, да, но есть всегда куда расти. И я знаю, кстати, в Москве, пожалуйста, скажите, что в других городах тоже это есть. Если в городской среде что-то не то, то можно это фотографировать и посылать, как у нас Tukatil, есть у нас сайт, приложение в Москве тоже есть, он работает, это наверняка занимает время там что-то исправить, но это все равно улучшение видно. К сожалению, я только в России бываю. Я знаю, что, например, колясочнику сложно там проехать в Тюмени, да, где-то там, но это все от нас зависит, зависит все от нас. Нам надо долбить, 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 и сейчас вот разговор о России, потому что ты из России, я из России, ты из Советского Союза. Ты уехала до распада или после? Во время. Во время. Во время. За ней танки. Вот она на самолете взлетает, а за ней танки. Почитайте ее историю в Инстаграме, это просто огонь. В общем, у меня тут, как всегда, философские размышления, просто давайте думать о том, что мы все люди и общество, оно не для только здоровых, оно для всех. И те, кто из нас без диагнозов, у нас ответственность. У нас ответственность за приспособление всей среды для всех людей. И если человек даже не понимает ничего, он все равно может принести какую-то пользу, это будет ему, знаешь, вот как это, не честь, а pride. У него чувство собственного достоинства должно быть. И оно нужно всем, без исключения. У тебя есть, что умное сказать людям? Ты в телевизоре, говори. Умного скажу немного, но от сердца. Мамы, папы, отдыхайте. Вам это необходимо для того, чтобы заботиться о ваших же детях. Потому что лучшей заботы им никто не даст. Никакое самое-самое лучшее государство. Вот это мои, наверное, последние слова. А я еще добавлю, что ни мамы, ни папы, но близкие родственники, друзья этих мам-пап. Дай, помогите. Дайте им возможность пойти в кино. Предложите пойти с ребенком в кино. То есть просто иногда это, я думаю, это огромная помощь. Огромная. Огромная. Говорит Ира, но вам ее не слышно, потому что в кафе шумно, но мы же огромная. Ладно, будем прощаться. У меня экскурсия через 45 минут. Спасибо тебе огромное. Йосику привет. Он меня не знает, но ему привет. Обязательно. Обязательно передам. Пока. Вот, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»